Всем привет! Продолжим нашу тему про растения. Вот сейчас я вас познакомлю с цветком. Оно называется скобиоза. В полях вы наверняка его видели. Вот хочу порезче взять. Вот такие листики. Чем он примечательен? Собственно ничем. Тем, что он хорошо поддается селекции. Из него в садах селекционеры вывели много разновидностей скобиоза. Он так и называется. Семена скобиоза. Они и малиновые, и пурпурные. Желтых не видела, а вот все оттенки красного видела. А в полях пчелки его так опыляют. Конечно, козы не очень. А раз козы не очень, для меня он, конечно, сразу же теряет свою привлекательность. Вот. Вот цветок скобиоза. О! Хорошо сейчас. Руки дрожат. Грибы чистила два часа. Конечно, перенапряглась. Ну вот. Ну вот это скобиоза будете знать. У них такие соцветия. Корзиночка. Вот здесь такое донца. А сверху как шарик такой пушистый. Это может не самая вот эта, не самая характерная. Но если где-нибудь увижу, я может другое видео сниму. Ну вот пока хоть такое. А то она скоро отсветет, и вы не узнаете, что такое скобиоза. Вот листики у нее приметные. Вот такие. Вот. Так что в букетах полевых она стоит так себе. Неплохо и нехорошо. Ну сколько-то стоит, конечно. Вот. Ну не знаю. Если вот ее много там штук тридцать цветков, то она, конечно, так смотрится красиво. Ну такая сиреневенькая. Вот. А одна с ромашками нифига не некрасиво. Ну может быть с колокольчиками. Но колокольчики и скобиоза они цветут в разное время. Поэтому тоже как бы нет. Ну если много скобиоза собрать, допустим, то она будет хорошо со зверобоем смотреться. В принципе, вот такое сиреневатое и с желтым. Вот. Ну вот. Любите природу. Всем пока-пока. А, самое главное это забыла. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять вот эти видео. Захочется пересмотреть и не найдете. Канал называется Макарова Подворья. Может так лучше на слуху оно у вас будет, что так наберете. Оно одно на ютюбе. Вот. Ну все. Смотрите видосики, ставьте лайки. Всем пока-пока.